Я не устану говорить про культуру вождения. Эти кошмары, которые тут есть, это на голову не налазится. Я допустил одну большую ошибку. За крайнюю поездку мы привезли 6 автомобилей. Но пацанам на ноль мы пообещали вчера вечером, что все парни на него уже вот просто сильно рассчитывают. Кошты мне не взять, не мады, а все свои кошты уже вытраты. Бородьба идет за вот такие вот Иль-200. Я також понимаю, что если мы не остановимся врага на ноли, то завтра враг прийде сюда. Я думаю, будет интересно. Там во всем кипише, хотя нет, не кипише, правильно сказать, во всем этом царстве внедорожников я допустил одну большую ошибку. Сейчас я расскажу, какую. Я, наверное, сейчас пойду к автомобилям выдачи и расскажу детально. Короче, смысл заключается в том, что за крайнюю поездку мы привезли 6 автомобилей. Но пацанам на ноль мы пообещали, а казалось вчера вечером, что 7. Когда начали сейчас писать акты приема-передач на раздачу автомобилей, мы поняли то, что у нас не хватает одного автомобиля, очень жесткий дефицит, а парни на него уже вот просто сильно рассчитывают. Порядьба йде за вот такий вот Иль 200. Ось такий. Ось он один, ось он другий. А мы подумали, что у нас их три, а по факту у нас их два. Тут не тяжко загубитися в цьому царстве цих джипов, если развернуться. Вот там вот взагалі. Взагалі, их еще штук 12 стоїть, ці готові на удичь. Ну, тобто, мається на увазі, це притягнули хлопці автомобилей сюда з нуля. Зараз, что зможуть, відлагодять, відправлять обратно. Але треба закрити питання, не вистачає ще одного автомобиля хлопцям. Тому, дуже прошу, не будьте байдужими. Реквізити є. Сьогодні виїжджаю. Знову розумію, що буде безсонні ночі, але я також розумію, якщо ми не зупинимо ворога на нулі, то завтра ворог прийде сюда і буде розповідати, що нам робить, як нам робить, в дуже некомфортній для нас позі. Особисто я цього не хочу. Слава Україні! Наконец-то собрал в кучу всіх. Правда, вже в реміні. Хрен знає скільки. Я должен был выїхати час назад. Я ще здесь, ще документи не готовий. Парні, поїхали печатати. Значит, по машині. Вот автомобіль. Вон колеса старі. Вот колеса. Грязєва МТ-шка 32-я. Очень прикольна. Наконец-то я нашел свою леечку. Если коротко пошли. Сюда поставили один комплект резины из четырех. Вот сюда поставили второй комплект резины из четырех. Даже он еще пупырышки не слезли, потому что машина проехала это всего лишь 500 метров. Дальше третий комплект поставили резины на вот этот вот L200. Значит, выдача вот этого автомобиля будет сегодня в Ки... Эээ! Минуточку. Вот этого автомобиля сегодня будет в Киеве. И потом машина едет в Харьков. Вот эта машина поедет напрямую с бойцами в Харьков. Вот эту вот я сейчас отдаю в Житомире. Пойдет она... Просили очень не говорить, куда она пойдет, но поверьте, она сразу же едет на горячку. Вот эта машина пойдет в Харьков. Вот там аж... Блин, я уже не помню, куда она пойдет. Но ту машину заберут среди недели, где-то так четверг-пятница. У парней раньше не получается, а я их не смогу доставить, потому что... Потому что вот прям сейчас я уже собираюсь дальше в поездку в Германию. Ну, в общем... Вот такой вот был... 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 Ну, почему был? Был, наверное, будет тогда, когда мы отдадим вот этот автомобиль, и тогда он будет был. А пока... А пока... А пока надо грузить канистры. Передаем очередной автомобиль хлопцям. Не скажу, звідки, бо это такой подраздел, что не нужно. Но этот автомобиль действительно пойдет на горячий нуль. Ну, принаймні, нам так обещали. Нет, так оно и будет. И очень скоро. Есть что сказать нашим подписчикам, потому что именно благодаря им удалось набирать деньги на этот автомобиль и очередного дракона подарить. Так, есть. Очень благодарен за помощь. Наразі такий автомобиль очень доречный, потому что наши хлопцы работают безусловно в полях. И очень нужны автомобили повышенной прохидности, которые имеют высокий клиренс, имеют соответствующий забарвивание. Очень благодарен всем, кто принимал участие в обеспечении нашу такую чудовую технику. Разом переможем. Слава Україні! Героям слава! Раз. Дякую, что нас бороните. Всего наикращого. Дуже вам дячно. Надеюсь, что не последний раз увидимся. И для сусиднего подроздела, напевно, також хлопцы там сказали, что нужно. И если что-то сломается, телефонуйте, приедем, заберем, полагодим и привезем. Да, очень благодарен. Всего наикращого. Летите, хлопцы. Да, Хочу показать, чем занимаемся в автомобиле, когда едем. Сережа кушает, огурчики ему еще просит. То есть, две руки у него свободные. Мы едем. Я параллельно делаю видео. Ну, делаю видео, потому что я уже на самом деле давным-давно обещал, но с учетом того, что я постоянно вроде бы уже все освободился, все класс. Вот когда только освободился, сразу так испадки хочется. Поэтому мы сейчас сделали такой хитрый кот коню. Сергей сейчас за рулем. Мальчишки и девчонки сижу, пилю видос. я думаю, будет интересно. Некая беда приключилась, а что здесь? Ой-ой-ой, лобовая. Львовская область. Газ 39 гривен. Я сижу офигевший от запахов бензина. Туда вот, грубо говоря, целая куча канистр. я был слегка предрассудительным из прошлой поездки и набрал топливо. Но где-то это топливо чуть-чуть протекло. Теперь такое бстище в салоне, запах бензина, что я сижу офигеваю. Вот я не понимаю, то ли от того, что я не смотрю на дорогу, а смотрю все время в монитор и меня слегка подташнивает. Ну, как это называется? Как это называется? Короче, морская болезнь. Типа укачивает. Вот, вспомнил это слово. Я даже уже тормозить начал. То ли это от ароматов бензина, еще непонятно. То ли Сережа такая. Да, то ли Сережа так меня как неваляшку катает туда-сюда, вправо-влево, вправо-влево. Ну, дорога такая. Короче, долго не мог понять, что подванивает бензинчиком. И вот, короче, и вот, вот он струечкой течет туда. И испаряется к нам в салон, поэтому сейчас принято решение этот запас топлива вылить в бак, протереть кастрюлю чуть не сказал. Вот это меня уже штырит от этого бензина. Протереть канистру насухо и все. И дай Бог, чтобы она не понадобилась. Короче, с учетом того, что поляки сейчас у нас все это заберут, приходится сейчас все это уничтожать, в смысле, быстренько ужинать, кушать. Потому что 100% уже унюхали, ходят. Ого, пан колбасу везет. Ну, в общем, сейчас мы это доедим. Потому что в противном случае просто придется это выкинуть. Вот, кстати, воговские грузовики. Это уже третий, который мы видели. Едет за топливом в Польшу. Часть Польши мы проехали и очередная заправка. И как-то вот, когда сидишь делаешь видео, а чтобы видео выходило, я сейчас и живу делаю за рулем, то вот вроде бы только сел, только заправились, бах, опять заправляться. Такое впечатление, что машина жрет немерено. Не, ну, как бы подъедает, естественно, объем 4,4. И, кстати, если перевести газ в гривну, то 3,87 умножить на 7, это все равно газ дешевле, чем у нас. Это приблизительно 26 гривен за литр газа у нас сейчас в Украине. Вот я когда выезжал, 38. Здесь тупо дешевле. И причем дешевле и бензин, и дешевле и газ. Зашли мы в Мак взять кофе. Не самое интересное. А кофе-то мы так и не взяли. Забыли. Очередная заправка. Я так понимаю, что каждую заправку можно вставить вместо какой-то заставки, потому что заправок на самом деле очень много. То количество километров, которое мы пожираем и маленький, маленькая вместительность бака заставляет нас часто останавливаться. Останавливаемся мы в среднем раз в 200 километров. 200, 230, вот так заканчивается газ. Потому что на газу все-таки несколько дешевле ездить. Животик втянул, да? Молодец. Я не устану говорить про культуру вождения. Вот сейчас он есть, один быдлан поехал по полосе, которая для спецтранспорта. Так вот, на автобане сейчас тянучка. И одна часть машин ушла в левую сторону, а другая часть машин ушла в правую сторону для того, чтобы средняя полоса оставалась для спецтранспорта. Красавчики! Молодцы! Почему мы так не умеем? Непонятно. Но я думаю, что скоро научимся. Остановились в Чехии, вот до границы тут херня осталась. Почему в Чехии? Потому что тут на 100 евро дешевле переночевать, нежели в самой Германии. То есть, грубо говоря, мы с утра просыпаемся и 150 километров мы уже на месте. Вот наш место, наш пансион Форест. Форест, беги, Форест, беги. Нам, правда, бежать некуда. Природа, красота, горы, птички поют. Эх! Марфа Васильевна, нам ли царям быть в печали? Короче, пошли селиться. Все хорошо, все замечательно. То есть, номер интересный, вот как бы это номер для мальчиков, но из необычного я сейчас покажу прикол, которого я в принципе никогда ни в одной гостинице не видел. Вот это вот душ. Ну, то есть, понимаем, да? Вот кровать, вот Иван. И я пошел мыться в душ. Никаких дверей, все за стеклом. Красота. А Ваня в это время стоит и фотографирует меня. Короче, такой штуки... Снимаем новый контент для фон-хаба. Да, я пока моюсь, Ваня меня снимает. Ну, прикольная тема. Никогда такого не видел. То есть, вот еще раз показываю. Вот душ. Никаких шторф нифига нет. Вот так вот он открытый. Не, ну, как бы для семейной пары это, наверное, классно, интересно, хорошо. Или для молодых. Но для людей, которые, допустим, ну, вот два мужчин... я как бы парень не стесняющийся. Но есть такие люди, которым такой бы номер не понравился. Но зато на 100 евро дешевле. Иногда люди устают. Причем устают сильно. Но они обычно устают тогда, когда они, ну, скажем так, были долго за рулем. Но у нас есть персонаж другой, который спит всегда. Если есть свободная минутка, свободная возможность, сразу пускается. Вот если бы у него еще такая слуха потекла, было бы вообще эпично. Видео из разряда заехать в Германию и офигеть. Газ 1 евро 20. Евро 20 газ. Мы с перепугу залили всего 10 литров. Ну, типа, пусть будет. Но парни, евро 20. В соседней Чехии, если чего, по 72 цента. Вот так вот сразу. Ба-бах! 40 километров разница и такая цена. Короче, вот сеточка, за сеточкой автобусы. То есть, навигатор нас привез правилами, только его нифига не видно. Брат поспел. Короче, приехали и... Кто здесь? Конечно же, здесь Одесса. Где бы мы еще встретились? Конечно же, в Германии. Добрались мы в это царство бусов. Наконец-то. Но все интересные моменты, все интересные варианты, они уже выкупленные стоят. Вот, например, как вот этот вот. То есть, цена у него была пятерку, но он уже вэркрафт. И вот так вот я прошел по площадке и, ну, либо одно ржавое говно стоит, либо же такое. Немного нечего выбирать. То есть, грубо говоря, вот этот вот автобус стоит 7,178. Ну, цена нет, его 5,590. Но этот еще не ржавый. То есть, он плюс-минус еще такой как бы был брендированный. Где-то там примятый, где-то там пожеванный с лопнувшим фонарем. Вот здесь вот примятый и вот такие вот они все. То есть, не сильно они и не сильно они и живые. Это тренни пятерки 4,990. Визуально. Сейчас мы посмотрим. Дверей у него нету. Двери кончили. Что-то в салоне нифига не видно. Все пустое. Здесь переднего сидения нету. В рот ему ноги, кондиционера нету. Но такой. Но пробег около 100 тысяч километров. То есть, углубленный сюда. У него даже ляда не закрывается. Тут все проржавело. Что у нас с той стороны? Здесь были следы того, что он брендирован. Ржавчина, побитый порог. Типа, вроде бы, ничего страшного. Но пятерка. 5 тысяч это цена нет. А сейчас придется оставлять цену бруту и возить его экспортом. То есть, это дополнительных 3 дня и это растаможка. Можно, конечно, не растамаживать, но круги ада придется пройти те же. А так как нулевая растаможка, то тут уже цена вопроса пенсионный фонд 3%. И что еще? И сертификация и все. Короче, этот с двух рядов выбрал я вот этот бус. Ну, это первый пока, который хотел построить, но я вижу, что он того не стоит. Смотрю дальше. Вот еще 4,790. Что у нас здесь? Здесь у нас нету стекла. Стекло такое дело. Стекло мы можем поменять ударенные порог шпаклеванный уже не один раз. Ударенная крышка багажника слегка. такое, блин. 5000 евро и да. Значит, место. Вот есть еще здесь вот целая куча бусов. Но на вот эту площадку, на вот эту площадку доступ ограничен. Сюда не пускают. Но тут хорошая машина. Но тут они отфильтровали, поставили и продадим потом. Сначала пацаны говно заберите, а потом будем смотреть. Это пипец, это неоправданно дорого. то есть живые машины здесь в районе 7000. И то как живые, неусловно живые, у них побитые кузова, у них в Литве за эти деньги можно купить живой автомобиль, а здесь это пиздец, неоправданно дорого. Мы сейчас поедем еще на другую площадку, тут 100 с хером километров, еще на третью, но я понимаю, что не в этот раз, не в эту историю. По крайней мере настроение у меня уже не очень говно и очень дорого. Судя по цвету автобусов, мы уже где-то на верном пути, по крайней мере рисует, что мы приехали сюда. Окей, идем. Без старта, окей, сейчас открою, просто хотел выехать, я верный, театр, блядь, да не, не про то, я уже такой кочмар, дотянулся. Ой, так тут сидушечка есть, тут еще и подносик есть, как удачно я заглянул. Блин, все цепляется, все. Что у нас тут с маслом? на шляпах. Салфетки есть? Масло у него типа есть, но что-то у него сильно здоровый уровень. До шарика. Это все равно здоровый. Но солярка не попахивает, так он не обсыкается, плюс-минус живой. Так, залезть, бля, не такое, ну, ставший, честно говоря, трошки. Как вот можно будет, здесь хоть руль не рассыпается. зато просиженная. Судя по тому, что пять передач мы имеем 1,9 без кондея, пустой как барабан. 93 400 километров пробега, естественно, топлива нету. Да, закройте дверь и топливо осталось на 60 километров. О, здесь нормальный маховик. Запустился он прикольно, запустился хорошо, так, не наручники. А его трусит что-то. Подтряхивает моторчик. Разбежитесь нахрен. Так его и трусит этот мотор. Не, я слышу, что скачет, то есть даже не смотреть. Не, закрываем. Ну, окей. Не, то, что он замятый, а, стой, каж, замятый, отсюда не видел. Вот это кочмар, я, меня слегка улыбнул, когда я двери открыл. Окей, ставим назад. Вот так, пацаны, даже не дали мне покататься на автомобиле. Я-то тут губу раскатил, сейчас как дам. Своим техническим специалистам я верю на слово, они у нас парни хорошие, поэтому мне под капот даже нефиг заглядывать. Мы понимаем, что тут что-то с первичным валом, мы понимаем, что мотор у нее трусится, мы понимаем, что пять с хером тысяч евро это заполоманный автобус трошки не айс или же драгу. Дорого. То есть, на этой площадке автобусов меньше, но я выбрал два к осмотру, по крайней мере, мы плюс-минус тяжело, но по бюджету пролазим, но это точно, точно нет. За эти деньги можно купить живой автобус, а этот нет. Ёпта, она хоть не отвалится? 102 тысячи, что можно с ней делать? Почту развозить, что с ней можно делать? Так и двери при чем были? Так и петли уже новые, смотри в нее. Болтик надо? Болтик не надо, болтик надо закручить назад. И петли новые? Да, новые петли уже стоят. Так, открываем капот, запускаем, и потом попробуем выехать. Что у нас по конечным? 5 790. Ну, такой. Да, он мытый. Он мытый, и вот тут сопли были, здесь сопли помыли. Но этот недолго стоит. У этого, если тот стоит дофига, то этот нет. Сейчас, секунду, минуточку. Маслицо тут есть. Оно воняет, заливает по шарике. Ну, не воняет. Соляр он сюда не гонит. Ты заливай, не заливай, но если соляру начнем гнать, то еще рано при таких пробегах. Запускаем. Громко, как-то он сильно работает. Не находишь? Громко работает. Да, этапы для них. Да, реально неприкрученная. Типа петли прицепили и все. Ёпти, а зато внутри он как хорошо выглядит. Ну, Давай, заплющи очередь. Нормально. Конденсат только сыпется и все. Блин, гляда уже ржавая. Вот кто он. Порог замятый, здесь помятый, но это все фигня. Это все фигня. Вот тут ржавчину уже заклеили. Карсалон классный. Да, блин. Это лучшее говно из того говна, что есть. Ну, реально, ну, ну, как? Дорогое говно. Дорогое говно. Главное, что вы видите, кто-то болт. Тебя все равно слышно не будет из-за этого рок-атомотора. 5 790 евро. Тут как, блядь. Здесь, 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 здесь. Болты не закручены на петлях, блядь. Тут не болтают. Сейчас двери отвалятся, реально. Давайте ставим назад его. Да, давайте ставим назад его. Короче, 5 790 евро. Двери отваливаются. Справа я бочина желанная. Мотор работает громко, честно скажу громко. Но здесь нормально со сцеплением. Тоже нет. нет. А, и лобовое у него. Треснуло. Разбитое лобовое. Типа не сильно, но, но разбито. Да. Это щетку снимали, вот здесь вот, когда меняли, уронили держатель, поводок, и оно плоского. Ё-моё, как тихо стало. Здесь как-то повеселее. О, висящий брызговик на входе, вот это бог маркетинга кто-то оставил. шо у нас тут одиннадцать с половиной. Вообще не поближает, то семь пятьсот, четыре шестьсот, но это каде, девять двести, семь триста. Ё-пто, где он, где он, где он, шо у нас здесь, а дальше у нас уже все не подписанное. Свежий тюб, три шестьсот. Вон туда нам надо, в конец. Ой, 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 да, дойче поста не берегут свои автомобили. Вот наши машины, вот наши машины. Шо здесь пятнадцать, одиннадцать пиццот. Пять триста? Где пять триста? А, вижу. Так, сто тридцать девятый. Шо с ним не так? Уманки в рот и ноги, чуть-чуть подмятый порог. Офиг. Механика пятиступенчатый, значит, один и девять. Все закрыто, брызговики отваливаются, резина еще есть. Ну, такой, трехи подмятый. Так, семь восемьсот. Семь восемьсот. Сзади, шо у нас там? Блин, как было тут пройти? Я ж такой, как было тут? Паркуемся, блин. Ходил же шлась еще белую маечку. Вот так вот, грубо говоря, иду, и пузом практически чухаю таким автобусом. Это, конечно, караул. 6 900, 8 100. Вот, нормальные пацаны паркуются до естественного упора. Причем, весь ряд. Ага, до упора. Парень меня узнал, оказывается, наш подписчик, и говорит, ну, за пятерку, до шести вы вряд ли что-то накружите, потому что немец-хозяин очень сильно любит деньги и остановился возле автомобиля. Ну, его сейчас как бы почистят, подготовят и будет красивый. Он пошел спросить, возможно, что-то за 5-5,5, есть неподготовленных автомобилей, нам надо три штуки. Я ему это озвучил. Чем сейчас все закончится, не знаю, но если парень поможет, харьковчанин, кстати, то будет типа окей, потому что так старт от 8. Первый из автомобилей это вот этот вот, стоит он 6 и, возможно, его отдадут дешевле. Такой шпаклевка у него уже отламывается. Ух ты, ё-моё, так он весь. Весь шпаклеванный. Такой вот этот? 6500, блин, чуть бюджет улазит. Дорога. 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 А еще на это, или это... Дорога. Не, ну, если три машины... Что он сказал, здесь три машины, то минус пятнадцать, а я решила. Ну, это цена на это, да. Еще было брось. Такой. Да, это ж... Да, вот, как нажали. Катсмазокунион, девяносто четыре. Пробег сто процентов не может. Да, кто понятно. Как их можно за такой пробег вытрачить, может, на третью подчатку? Кризия, это просто. А, здесь еще, здесь еще шеф готовит машин. Ну, да, только по дау, с бургом есть вообще красавцы такие, что... Мы видели. Друга же уходили, там просто печаль. Друзья, то, на что нужно обращать внимание, стоит от восьми тысяч евро. От семи, скажем так, с половиной и выше. Все, что ниже, то все такое уставшее. У них и на боковине, блин, без шпаклевки, и машины битые, и... И это они еще подготовлены. Короче, мрачные. Вот эти вот почтовые машины, практически... У каждой третьей проблема с задней передачей. Ну, это для Т-5, грубо говоря, болячка. Все ее знают. Практически у всех гремят маховики. Понятное дело, что с гремящим маховиком можно ездить. И он просто гремит, тарахтит, боли не доставляет. Но, когда оно начинает сыпаться, это пипец. Это больно и дорого. Поэтому, принимаем волевое решение. Поедем мы, наверное, в Литву, потому что за пять тысяч евро в Литве можно купить автобус с большим пробегом, но в лучшем состоянии. Потому что вот эти кошмары, которые тут есть, это на голову не налазит. Ну, короче, я трохи вахери. А то, что вот здесь за 4 800, за 5, за 5,5, до 6, это просто вот подобный мусор, как я сейчас... Сейчас я даже что-нибудь на 11,5. 7 900 машина. 8 400. Тут ценника нету. Ну, грубо говоря, вот. И вот за моей спиной, вот там, а, не видно будет, и там дяденька сидит и лампичит, бочину вваривает ей. Ну, такое. Учитывая только то, что здесь, наверное, бусов 500, и только 2 пойдут под наши нужды. Ну, не то, что поддут. Они все пойдут под наши нужды, но бюджет у нас не позволяет протянуть еще один 6,5. Но опять-таки, 6,5 это нету. А где нету? Денег-то вернут, но вот сейчас этот проходной момент, что нужно... А, это не 6,5, это 8,5 нету. Я смотрю, такой красивенький стоит. Да, в общем, мы не влезем по бюджет. И получается, что за эти деньги можно в Украине автобус купить. На меня шикотка напала. Сейчас будем выдвигаться в сторону Литвы полторы тысячи километров, и я думаю, что там за 5-6 тысяч мы найдем, по крайней мере, с большим пробегом, но в лучшем техническом состоянии, потому что там хотя бы машины готовят. А здесь просто беда. Здесь дорого. очень дорого. По сравнению с прошлым годом все очень сильно подорожало. Ладно, оставляем мы эту площадку и будем мы ехать дальше. Здесь этих автобусов. Сейчас попробую даже вот так, наверное, сфотографировать. И еще момент. В Украине мне не удалось отремонтировать бегемота. Ну, он заболел, у него кондиционер сломался, как-то в яму прыгнули, кто не видел, вот я ссылку на видео оставлю. С тех пор он у меня не работает. Но в Литве есть парни, которые в этом хорошо разбираются. Поэтому машину оставляем в Вильнюсе на ремонт, а сами едем на Крайслере дальше бороздить просторы Литвы. По сути, за день нам удалось накружить два автомобиля. Почему два? Потому что первый нас ждал, ну, если честно, второй нас тоже ждал, потому что машин больше в принципе нет. Мы судорожно начинаем искать, шерстить интернет, где найти еще автомобили, а нам надо еще три машины. Но их нигде нет. В общем, как мы нашли, что мы нашли, об этом вы уже узнаете в следующей серии. Друзья, огромное всем спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. С вами был Николай Тарануха, Киев, компания Один Авто. Разум до... Нельзя так показывать. Разум до перемоги. Знамы сила. Наслажду этики перемога. Быть добрым. Это в Чехии зарлы такие. Кто знает. Что за орел? Непонятно. Какой-то символ, наверное. Чего-то он там течет. Кораблики мальчик пускает. Друзья, кто знает, что за символ вот эти вот орлы в Чехии, потому что он не один, я уже вижу третьего. Не знаю, что это такое, но очень интересно. Подскажите. В смысле, в комментариях напишите, что это за орел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...